Любое дело, задуманное во благо людей, ради мира и всеобщего согласия принято начинать словами из священного писания. Субтитры создавал DimaTorzok В честь тысячестолетия принятия ислама Волжской Булгарии на сцену приглашаются Марат Шагерзянович Хуснулья, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году тысячестолетия принятия ислама Волжской Булгарии. Игорь Анатольевич Комаров, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Рустам Нургалевич Миниханов, президент Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Олег Алексеевич Николаев, глава Чувашской Республики. Рашид Бориспиевич Темрезов, глава Карачаева Черкесской Республики. Катбек Валерьевич Хоков, глава Кавардино-Балкарской Республики. Артем Алексеевич Сдунов, глава Республики Мордовия. Ментимер Шарипович Шаймиев, первый президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан. Алексей Валерьевич Писошин, премьер-министр Республики Татарстан. Верховный муфтий Далгат Хазрет Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Муфтий Шейх Равиль Хазрет Гаймутдин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации. Камиль Хадзрат Самигуллин, муфти Духовного управления мусульман Республики Татарстан, митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии Русской Православной Церкви, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, Ильсур Раисович Метшин, мэр города Казани, Альвир Хадзрат Крганов, муфти Духовного собрания мусульман России, муфти Исмаил Хаджи Бердиев, председатель Координационного Центра Мусульман Северного Кавказа. Мы тепло приветствуем наших почетных гостей на нашей церемонии. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю Организационного Комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году «Тысяча столетия принятия ислама волжской Булгарии» Марату Шакерзиновичу Куснулину. Ассалам алейкум, барахматуллахи, барахатуллахи, барахатуллахи. Добрый день, уважаемые друзья, хайрли кейм, храматлет ислам. Уважаемый Рустам Мургалевич, Митимир Шавибович, уважаемые друзья и гости. Сегодня мы участвуем в знаменательном событии. Оно посвящено установке памятного камня в честь начала строительства соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама волжской Булгарии. В 1922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий – Туан. Это послужило мощным импульсом для культурного, экономического и политического развития. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления. Но единство наших граждан – общенравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях и сегодня объединяют наше общество. Президент страны Владимир Владимирович Путин вверх отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям бреда, сохраняя твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. По его распоряжению мы на федеральном уровне в этом году проводим празднование в 1100-летие принятия ислама в Волгской Булгарии. И в честь этой знаменательной даты на месте, где мы сейчас с вами находимся, будет стоять новая соборная мечеть, способная местить 10 тысяч человек. И сегодня мы заложим первый крыль, символизирующий начало строительства. Я хочу поздравить всех присутствующих с этим событием, пожелать здоровья и процветания, мир и добра. Благодарим. Благодарим вас. Строительство в соборной мечети осуществляется при непосредственном участии руководства Татарстана. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Анатольевич, уважаемые главы субъектов, представители православной церкви, и сегодняшнего торжества. Сегодня мы с вами участвуем в знаковых событиях, в станок памятного камня на месте разведения, в соборной мечети в нашей столице, в городе Казань. В нашей истории есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. В 1767 году Екатерина II, татарая ее говорит, Эби Патша, бабушка-старица, дала разрешение на строительство каменной мечети, сегодня это старейшая действующая мечеть в нашем городе, вносит имя выдающегося татарского ученого Шагамутина Машемика. В 90-е годы, по инициативе нашего первого президента, Митер Шаймила, началось строиться мечетью Куль-Шарифа в Кремле. Здесь мы ее видим. Сейчас это один из наиболее узнаваемых объектов нашей столицы, города Казань. Показательно, что эти и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новое соборное мечеть. Сбором средств будет заниматься благотворительный ход Игалек, Доброта, и каждый желающий может внести свой вклад в это святое дело. Обращаясь к нашим соотечественникам, татарам, северам, мусульманам, севераме, неравнодушным гражданам с призывом принять активное участие в строительстве соборной мечети. Уже сегодня мы проводим международный конкурс на лучший проект. В ближайшее время мы ее просмотрим. Архитектура мечетия должна отражать нашу многовековую самобытную культуру, быть величественной и узнаваемой. Субтитры создавал DimaTorzok Олар исминдан сэлем лавусыдан эйту мумкинлігі шокур ислам муфти Талгат Хазрат Дэжиддинға берилер. Талгат Хазрат, рахим етирис. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дорогие друзья Благодаря всех за участие ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»